добрый день уважаемые телезрители с вами программа диалог цивилизаций и я ведущий сергей дворянов сегодня у нас гостях замечательный человек эзотерик исследователь и на майджан и мы приветствуем еду из москвы братская софия и на добрый день добрый день здравствуйте всем да очень рад вас видеть и на но вот сегодня мы поговорим в нашей программе диалог цивилизаций цивилизации будущего как тебе она видится какой уклад жизни будет в цивилизации будущего то есть к чему мы приготовимся мы знаем что софия болгария это родина бабы ванги и паломники со всех самых отдаленных уголков земли приходили бабе ванге и узнать про будущее она много рассказывала и много зашифровала много и тайные в учении кстати как и сама отношусь к бабе ванге и опыт положительно она же моя учительница только не в буквальном смысле у нее учеников не было но она имела такую способность ну приходить к кому-нибудь или в ченнелинге или просто когда я там посещала это место она всегда не давала какой-то знак определенный знак что это она что она у меня с ней такая связь так что я ее как она тебя ощущала энергетически она же была стрипой она тебя не видел как она понимала это понимаете это когда человек развивает свою сенсорику это уже не трудно это могли древние очень легко этого делать и сейчас есть люди которые очень легко это делать поэтому они считают что это проблем глаза наоборот я же занималась очень долго открытием так называемого третьего глаза и я считаю что у каждого человека может это развиться просто надо определенные условия старания смотрите глаз находится на лбу да ну не ощущается что вроде бы например когда у меня появляется ченнелинг у меня лоб начинает становиться холодным ну прямо как будто лёд туда положила это потому что энергия начинает двигать ну идти очень мощно но это энергия который ты меняешь пространство времени и континуум меняешь и можно сказать что третий глаз это энергетическое видение можно так сказать ну да можно так сказать конечно конечно можно спасибо вот мы хотели бы сегодняшнюю программу и начать с вами с небольшого такого блиц опроса интервью как сказал сократ заговорить чтобы я тебя увидел по вашим ответам мы составим ваш духовный портрет и потом уже приступим к обсуждению короткие вопросы короткие ответы ваша формула счастья как человеку стать счастливым работа для других прекрасно существует поверье что всего семь чудес света на земле а что для вас является самым главным чудом космическое наше существование то есть сама жизнь нет существование в космосе и наша связь с космосом ваш любимый цвет и почему который у меня за спине чем на бордовый почему что в нем мистичного такого это глубокая кровь я бы сказала для меня это кровь вселенной это такая связь на этом с помощью этого цвета и я получаю информацию когда у меня такой цвет получается у меня всегда идет информация это здорово а кровь это значит символ жизни как раз и символ энергии что для вас есть кровь конечно кровь это энергия но это вместилище информации так же правильно ну вот да именно хорошо а ваше любимое блюдо мое любимое блюдо но зелень крапива я люблю очень крапиву о это потрясающе а что в ней такого питательного витамины или просто сам вкус нравится нет дело в том что я это она очень не соответствует моему моему профилю и когда у меня во дворе очень много крапивы я ее не не уничтожаю ее собираю и сушу у меня всегда дает не очень сил сил силу дает а крапива также является лечебный правильно конечно у нее будет я знаю что ротикулит раньше лечили тем что обжигали крапивы не только когда ее делаешь блюдо из нее там очень много железа очень много витаминов очень много больше чем у сала и поэтому я советую у кого есть возможности стропы спасибо дорогой вот такой вопрос а какое качество в человеке морально или волевое ты ценишь больше всего что для тебя является стержнем моральным качеством личности честь и достоинство как ты понимаешь достоинство это когда человек не эгоист и когда он работает для общности хорошо а какой лучший способ решения конфликта а какие ты могла бы практически отдать советы для того чтобы достичь компромиссов вот если в остро конфликтной ситуации ну надо во первых выясняться языком то есть может люди говорят на разных языках это не идет речь а то что русский болгарский английский идет речь а то что люди под словами понимают разные вещи и когда выяснишь понятий на аппарат тогда очень легко договориться какое у тебя любимое хобби занятия я очень люблю делать то что я сейчас делаю это моё хобби я очень люблю рисовать и люблю а то даже за моей спиной это моя одна из моих картин на космическая каллиграфия еще люблю делать проект и по фэн-шуй я очень люблю фэн-шуй но болгарский фэн-шуй я его адаптировала и восстановила с древности нашей традиции в этом отношении потрясающе какое направление живопись как ты назвала ту живопись которую ты даришь это по содержанию я назвала космической каллиграфии потому что здесь закодирована наша древнейшая азбука глаголица еще не закодированы все элементы этого мира и то как он создан в самом первоздании основные фигуры мира это сфера параллели пипет или там куб и пирамида и поэтому я когда я рисую я даже и не думаю когда рисую там у меня получается все и пачали интересно очень интересно космическая каллиграфия а какая твоя любимая книга детства у меня у нас был такой рассказчик александр ангел короличев он писал волшебные сказки я очень люблю сказку про трех братьев змея или там дракона и золотое золотое яблоко мыслов этой сказки а в чем там основного месседж этой сказки чем завершился дракона победили ли что ну там победили типа победили но там очень много ходили туда-сюда искали правду и наконец тот который самый неприметный он получил награду яблоко все подарки и знания и конечно красавицу жену это то есть мораль сей сказки что надо быть скромным и неприметным нет мораль сей сказки что никогда нельзя отказывается от своей мечты раз у тебя надо ее после преследовать потрясающе скажи пожалуйста вот песня служа которую ты плачешь о есть такая одна болгарская песня которая я плачу это очень так не напоминает какую-то ситуацию недавно но это у нас наступает праздник святого георгия кстати храм под которым я живу тоже святой георгий а во время этого храмового праздника ну там закалывать ягненка а есть такая наша тонная песня нашего очень известного певца который когда он поет но когда уводят ягненка ну чтобы дать жертву чтобы его там закололи я всегда могла бы привести буквально две строчки этой песни ну нет это там ну примерно то что пастух разговаривает за свои самые любимые ну которые ведущие такая овца который вводит все стаду она называет рогуша и у нее спрашивают почему рогуша ты такая грустная она не отвечает а он сразу говорит вероятно потому что мы отняли у тебя ягненка и он у тебя уже больше нет и поэтому ты такая грустная все-таки на твой взгляд эта песня на что развивать милосердие сострадания для меня развивать то что когда человек делает жертве он должен знать за что эти жертвы делает тут надо все это очень осмысленно то есть или нас целенаправленно а некоторые и я в том числе считаю что этот ягненок в данном случае безмысленное жертвы хорошо завершающий вопрос существует такое поверье вот как ты знаешь шамбала это портал вхождения в райские миры он находится в в гималаях рерих николай константинович искал шамбалу вот для того чтобы через нее попасть в высшие миры существует такое поверье что очутившись шамбале ты можешь встретиться с любым человеком который когда-либо жил на земле вот и так сказать любая личность вот если бы ты попала в шамбалу кого бы ты хотел увидеть там с кем бы ты хотела поговорить это очень хороший вопрос но я скажу так что я считаю что сам было не только в гималаях это считает так рерих еще есть там его последователи не буду развивать эту тему но тот который я бы хотела встретиться с ним это лао цзи а что по тебя так вот привлекло покорил в лао цзи чем он потому что он загадочный глубокий потому что он победил конфуция или почему тебя нет это не за его победой потому что он нашел золотой срединный путь а он сочин не больше не много слов выразил смысл этой вселенной смысл нашей жизни и он до самой глубины проявления диалектически не только мысли но и я бы сказала действия у него там все до того сбалансированное что ничего не шелохнется это концепция дау да то есть она такая интегральная как бы платформа всего да конфуции фарелла теперь переходим дорогие друзья к нашей основной теме беседы и передачи диалог цивилизации мы хотим послушать от иные вот видение как ей видится уклад в цивилизации будущее к чему мы переходим какой мы совершаем квантовый скачок вперед или назад куда вообще нас ведут дело в том что мы сейчас находимся на самом деле на как это называется водораздел там где одна река делится на две реки и одна может по цветами одна может сказать светлая а другая темная но это относительно вообще-то той системы которые я исповедую темное и светлое и нуждается одно от другого нету плохого и хорошего там все правильное то есть все гармоничное потому что если бы нету не было темное не было бы и светлое а теперь у нас на нашей земле уже нельзя уже говорить про государство про отдельных я бы сказала отдельных культур возникла ситуация когда уже это это темное и светлое этот раздел идет прямо через каждого и это уже не традиционные ценности это уже не идентичность а это просто понятие называется так общечеловеческое и личностное то есть через каждого из нас проходит такое состояние когда ты ощущаешь всю мощь масштабах ну нашу жизнь на земле и поэтому и и уже соизмеримость это может быть только космос то есть наша земля находится в необыкновенном состоянии я я не сказала бы слово не употребила бы слова битва но я бы употребила слово взаимодействие выражается ну проявляется эта противоположность я считаю вообще что одна из этих тенденций возьмет вверх и я считаю что это будет светлая тенденция это когда победить взаимопомощь между людьми когда победить общечеловеческое начало а это основной то есть приложение основного космического закона не делай другим то что ты не хочешь чтобы тебе сделали и этом в этом плане я считаю что если говорить о ценностях победит победят эти ценности а если говорить о социальных структурах я думаю что возродятся некоторые древние социальные структуры которые по сути дела позволили человеку сохраниться сохранить свои ценности и свою культуру и свою цивилизацию а это именно такие я специально не употребляю уже известные употребляю уже известные слова потому что хочу рассказать это такие общности когда люди будут доверять друг друга будут помогать и они будут совместно взращивать человеческое начало хорошо именно у меня в этой связи вопрос поскольку ты все-таки специалист эксперт в области и китайской культуры китайской традиции вот китайской философии какова будет роль китая в цивилизации будущего то сегодня мы видим что китай для многих является вызовом даже внушать чувство тревоги опасений потому что он пошел по западу пути научно-технического прогресса там введен вот этот индекс социальной активности как мы знаем там практикуются вот эти цифровые технологии очень дисциплинированное общество если не сказать авторитарное и все боятся что китай покорит весь мир конечно в итоге что там не до лао цзы будет и не до конфуции не до будды а просто вот образно говоря мы будем в услужении у китайских правителей тебе не кажется ли что это похоже на правду мне кажется очень большая степень этого этой ситуации возможно я очень хорошо знакома с китайской культуре я считаю но то что мне нравится лао цзы и вообще-то я занимаюсь кое-какие китайские практики это еще не означает что я одобряю все что там делается в дело в том что китайцы очень прагматичные как по сути дела у них на первом месте деньги материальное благосостояние день и славка как вывести из этого состояния иллюзий как их вернуть духовность как сделать ближе я знаю это очень большая проблема и люди которые боятся которые понимают что такое китайский дракон они правильно боятся но подход китайцам это не то и когда я знакомилась вначале с китайской культурой мне удивило то что они глубине себя считают белые белые люди длинноносые и глупые но дело в том что например я дам только один пример что еще 250 лет тому назад даже 300 лет ну там китай был долгое время закрыт но все-таки там проникли нидерландские путешественники они оттуда вывезли почти все постижения западной цивилизации и теперь они обратно идут туда с запада на восток то есть в достаточно долгом времени я все-таки считаю что мы можем взять от китайцев прагматизма и хорошая дисциплина и и упорядоченность но все-таки я вообще считаю что творчество и искусство она победит потому что ну дай бог то есть мы должны в конечном итоге пробудить внутреннего ребенка в каждом китае мы должны стать на стези своя это мне очень мне нравится этот цитат из библии то есть мы славяне мы которые мы развивают так называемая уже давно называемая западная цивилизация мы должны стать на стези своя тут уже поклонению мамону поклонению деньгам уже немножко надо отступиться речь идет о том чтобы вернуть нам не просто культурную идентичность а духовную идентичность да именно я вообще считаю что в этом отношении в россии огромнейший потенциал огромнейший я вообще ну я вообще так называемая болгарским обществе русофилка ну в смысле в том что россия пока сохраняет основные ценности базовой ценности которые любом способом должны существовать чтобы вот на этой позитивной ноте мы закончим завершим нашу первую программу стены май джар дорогие друзья пожалуйста поймайте ту птицу удачи жар птицу за хвост воспалите небесам ешьте крапиву больше потому что там много витаминов изучайте даудэ дзин лаудзи вот и конечно приобщайтесь к той самой космической каллиграфии той живописи которая открывает нам в новой мир и а в следующем нашем выпуске сыны май джар мы узнаем где находится штамбала помимо того что она присутствует в гималаях и еще много чего интересного поэтому оставайтесь с нами следите за нашим каналом всего вам доброго да прибудет с вами любовь